Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня наш вебинар мы посвятим изготовлению, оформлению уголка наблюдений. Зовут меня Мещихина Светлана Игоревна. Я являюсь руководителем проекта, помощи воспитателю, автором данного проекта. Также работаю в садике воспитателем и параллельно веду предпринимательскую деятельность. Вот как-то мне так удается интегрировать именно ПЕД-деятельность с деятельностью предпринимательской. В общем-то, проект помощи воспитателю – это продукт такой некой интеграции, очень интересный. Так, что нам сегодня понадобится? Никаких презентаций я сегодня показывать не буду. Буду вещать вам вот в таком режиме. Так, сразу скажите мне, открываюсь или нет? Потому что бывает, что иногда открываюсь, иногда не открываюсь. В полноэкранном режиме для меня чат недоступен, когда я открываюсь в большом таком экране. Видно? Да, все, хорошо. Хорошо тогда. Давайте еще немножко подождем, минуточку, и начнем. В полноэкранный режим, и сразу начинаем, начинаем, начинаем творить. Что нам сегодня, так, что мы с вами будем делать, да? На прошлом вебинаре я говорила, что мы будем делать с вами вот такое дерево. И сделаем календарь наблюдений. Вот такой календарь мы сегодня с вами сделаем. Делать мы будем это все в реальном размере, да, то есть большие. Поэтому время не займет нас чуть-чуть подольше, чем обычно. И почему все-таки делаю, чтобы было всем все видно, и потом, чтобы не возникало каких-то вопросов, да? Когда делаешь на макете, на маленьком, все равно это проще. Проще, когда собираешь полностью уже готовое большое изделие в реальный размер, это немножко сложнее. Так, вот так. Вы будете видеть только мои руки и мой стол. Давайте сразу с материалом. Что вам понадобится? Вам понадобится кусочек пленки, либо вы сможете заменить на скотч. Но скотч очень тонкий, да? Сегодня проводила семинар с первой группой, если здесь скотчем намутилась, поэтому работать не очень люблю скотчем. Используйте все-таки либо пленочку, либо какой-то другой материал. Можете состыковать с помощью клея даже, да? Полоской бумаги. Дальше вам понадобятся распечатки. Распечатки фон. Это распечатки для основы календаря. Понадобятся распечатки доборных элементов. Ну, их очень много. Я все показывать не буду. И понадобится, конечно же, основа. Основа, еще раз повторяюсь, да? Кто был на прошлых семинарах, те знают, что это потолочная плитка моющаяся, гладкая с обеих сторон. То есть никаких рельефов, никаких впадин, ничего здесь нет. Цвет роли никакой не играет. Без разницы. Мы будем обклеивать, и, в принципе, вообще не видно ничего там у нас не будет. Какой цвет, совершенно без разницы. Так, давайте сразу я вам вот что скажу. Смотрите, размер календаря у нас 60 на 40, а размер плитки всего лишь 50 на 50. Поэтому вот эту сторону, вот эту сторону, да, нам нужно будет догнать. Как догоняем? Берете пленочку, на стол складываете ее. Накладываете на клейкую сторону, но обязательно срежьте торцы. Они выглядят срезанными. Срезанные они выглядят вот так. Просто здесь они имеют очень округлую такую форму, гладкую, да, нам это не нужно, нам нужен очень ровный край. Далее прикладываете рядышком, чуть прям, знаете, прижимая туда. И он так с хрустом чуть-чуть должен заходить. Вот такая вот должна у вас учиться основа. Даже не влазит, да, в экран, но я думаю, что ясна. Далее начинаем с нижнего правого угла. Вот отсюда. Все как обычно. Берете, клейте там. Обязательно он вам пригодится. Не используйте другие клеющие какие-то основы, потому что, например, клей ПВА, он очень важный. Важный клей, он также очень важный. Это все у вас пойдет пузырями и не очень. Хорошо, вы просто потратите время. И все равно потом придется переделывать. Волнообразными движениями наносите клей. Равномерно распределяете его по поверхности. Если где-то не промажете, страшного, конечно, ничего нет, но там образуется потом пузырек. Немножко некрасиво, да, это будет смотреться. Размазать можете клей обычной пластиковой карточкой либо шпателем резиновым. Также, смотрите, вам понадобится инструмент вот такой. Это у меня ракель. Вы можете использовать шпатель, также маленький резиновый, но обязательно наденьте носочек, вообще-то бумажный, и прикатайте аккуратненько. Зачем? Носочек для того, чтобы для того, чтобы не поцарапать распечатку. Если вы боитесь, что будет видно стык на основе, да, на нашей, где мы вот стыковали плиточку, не переживайте, видно его не будет. Теперь про бумагу. Давайте на какой бумаге печатать. Я сегодня печатала на Снегурочке. Это не лучший вариант. Это если только знаете, можете на Снегурочке печатать, когда вам очень много надо сделать, и вы не хотите, например, тратить хорошую бумагу, да. Лучше используйте плотную бумагу Маэстро Экстра. Это может 125 грамм плотность быть, может быть 150 и 250. Самое лучшее, конечно, это 250 грамм на квадратный метр. Вот такая половинка у нас уже получилась. Сейчас я покажу. Здесь ничего сложного нет. Самое сложное начнется чуть-чуть попозже. когда мы будем доборы наши устанавливать на нашу основу. Здесь просто наклеиваете. Почему нужны доборы? Потому что у нас здесь очень много спикновений. Получается раз, два, три, четыре шва. Да, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Не очень красиво смотрится. Хочется спрятать. Глаз режет. Поэтому будем доборами это мы все наскировать. Ничего сложного. Все проклеили. Так, вот у меня уже почти готова основа. Остался один только модуль. Немножко неудобно работать сидя. Поэтому будем работать с полом. Если работаете со снегурочкой, обязательно клейте немножко внахлёст. Потому что когда бумага рассыхается, бумага когда высыхает, и клей тоже высыхает, то немножко расходятся швы. Бумага садится, из-за этого получается шовчики некрестимые. Так. Вот моя основа. Большая, даже не влажная. Давайте вот в субботу. Вот он такой большой получается. Пока мы его уберем. Он сейчас немножко подсох. Уберем. И сейчас смотрите, у вас будет вот такой забор. вот такой. Что нужно будет делать? Все то же самое. Все доборные элементы, которые будут объемные, приклеиваем на католочку. Объемные это у нас считается вот экранчик для карточек, термометр и дни недели. все приклеили. Убрали подсушить. Потом вы вырежете. Ну, потом это будет потом. Да, то же самое с экранчиком. Вот он у меня был приклеенный. Я уже его вырезала. Вот это тоже убираете. Тоже вырезаете. Для чего вырезала? Для того, чтобы сэкономить время немножко. вот такой экранчик получается. Сюда будут у нас помещаться вот эти карточки. Давайте сделаем теперь его. Смотрите. Вот здесь и вот здесь можно сделать две сквозные прорези. То есть для того, чтобы установить наш бедунов. Вырезаете два таких кружочка. Это все есть в наборе. Вам просто нужно будет вырезать. Вырезали. Здесь сделали два сквозных вот таких. Две прорези нужно сквозные делать. Дальше вдеваете полосочку. Вот так. Вот с оборотной стороны. Вот так вот с наружной. Далее вот эту лицевую стучку нужно приклеить вот так вот клей сейчас пачку еще чтобы размазать. Наносим клей вот на эту часть и по краешкам. Иначе у нас ночью просто не будет ходить. Не ходить, не ездить, он не будет приклеиться просто и все. Вот такой днёк. Далее вот эту полосочку и гунь устанавливаете вот сюда. Сейчас поймете для чего это. Немножко даете натяжечку и здесь фиксируете скотчем. И потом просто скотч срежете и все. С оборотной стороны получается фиксируете скотчем. Дальше нам нужно вот этот экран установить на основу с помощью двустороннего скотча. Берете двусторонний скотч. У вас карточки будет сходить вот с этой стороны. То есть почву на нозе туда, где наклеен бигунок у нас там. И по двум основаниям. Это верхнее основание и нижнее основание. подсохло. Снова сейчас я ее немножечко облагорожу. Вырезайте по линейке по длинной железной линейке. немножко много времени занимает, потому что все-таки делаем реальный размер все это. все. Сделали. Дальше фиксируем, смотрите, экран. Я буду фиксировать вот сюда. Вот. со скотча снимаем подложку. Снимали. И наложили. Разметки здесь есть, ничего сложного далее. Фиксируем баржечку. Все нормально. В общем-то, экранчик готов. Далее, смотрите, термометр, да, он у вас точно так же, вот он у нас будет наклеенный, вы вырезаете все это по линеечке. Переставляете линеечку и ножом вырезаете. Вот таким образом. в общем-то, вот такой термометр, да. Дальше что нужно сделать? Нужно сделать два сквозных отверстия. Здесь и внизу. делаете это все на плоскости обязательно. Далее нужно будет добыть где-то ленточку. В моем случае тоже нужно будет где-то добыть ее. Сейчас продеваете бусинку ленточку. Подеваете вот сюда. длинноватая что-то не получилась. Главное что-то не порой. Да, придется вам запастись термометр. Получается вот так вот вот да? Пас. Здесь фиксируете тоже сколочем. Ничего не придумывается здесь лизни. Все фиксируем на скотч. Держится очень хорошо. Лишнее срезаем и в общем-то устанавливаем точно так же на клей. Можете установить на двусторонний скотч в принципе в разнице нет. Можете так всякие. Вот так получается. Уже немножко организовывается. Да, у нас? Сейчас будет. Далее. Вот такой доборный элемент у вас будет. Здесь тоже нужно будет сделать грибиночки. То же самое. Такая полосочка у вас уже будет. Точно так же вырезаете накрую ручка. В одном делаете прорези. Одеваете на полосочку. проклеиваете клеем. Проклеиваете точно так же фиксируете внизу, вверху и вот закрепляем. Затретьем. Скотч вообще очень любим. Я не очень люблю, потому что какие-то трудности возникают, когда теряется там. Травешек. Я начинаю нервничать. Травешек. машин. Я Продолжение следует... 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 Свой магнитик я обклеиваю красной пленочкой. И вырезаю стрелочку. Какие-то сумасшедшие стрелки не вырезайте. Вот обычная стрелочка. Далее мне понадобится. Это шайба строительная. И вот такой добор. Давайте я его сразу фиксирую. Я заранее уже подготовилась. Это все нарезала, чтобы по времени у нас было немножко побыстрее. Фиксирую точно так же на клей. И смотрите, еще что делаем. Теперь мне нужно мою же родительную шайбу приклеить к моему кружочке вот сюда. Усторонним скотчем. Я проклеиваю шайбу. Немножко поправляю, чтобы было красивенько. Фиксирую вот сюда, в серединку. И стрелку. Давайте я режу немножечко уголки. Она у нас как-то не очень, да, красивая получилась. Вот так уголки я слезала. Чуть-чуть попривански, конечно, но давайте поправим. Спасибо. Думаю, проблем с добычей такого магнита вообще ни у кого не возникнет. Стоят они, по-моему, 10 рублей и есть в каждом киоске. Это обычные такие, знаете, тоненькие магнитики. По-моему, даже в каком-то чае они есть. Далее, что делаем? Вам нужно будет сделать вот такой кармашек объемный. Как делаем объемный кармашек? Вы берете кусочек, кусочек плитки. Скотч. С одной стороны. Наклеиваете скотч с другой стороны. То есть сверху и снизу. Таким образом у вас получается объемный скотч. Двусторонний так же. Вырезаете по толщине, по ширине скотча. И вот, в общем-то, фиксируете на... Да, делаем кармашек. Как это вы можете показать? А, давайте я вам сделаю. Вот ваши кармашки. А, вот же он. Вот. Этот скотч, он у меня приклеен здесь, здесь и вот здесь. фиксируете кармашек под экранчик. Здесь у вас будут жить карточки. Карточки, карточки. Давайте я разбуду два кармашка. Их очень много. Здесь они у вас будут жить. Дальше. Вот такой кармашек у вас будет. Очень длинный. Он у вас будет вот здесь. Все свои наблюдения, да, карточки. Вы будете сюда с ребятишками устанавливать. Вот, как это произошло, что сегодня произошло. Так. Точно так же проклеиваете кармашек двусторонним скотчем, либо наклей. Тоже тут обязательно найти там. Вот так. Все. Здесь они будут очень хорошо у вас помещаться. Ну, как уже покажу. Далее еще у вас будет такой доборчик. Посмотрите. Вот такой. Это кармашек. Тоже нужно будет вырезать по контуру. И сделать как следующее. Заламинировать скотчем с двух сторон. С этой стороны он у вас будет такой прозрачненький. Сейчас мы вырежем. Лишний скотч уберем. И двусторонний скотч. Точно так же. Тут только на двусторонний скотч. Другого варианта здесь. Фиксации данного кармана нет. Только двусторонний скотч. На клей не удастся приклеить. Потому что он гладкий, говорит, да, с обеих сторон. С лицевой и изнаночной. Фиксируйте кармашек. Кожа внизу. Вы увидите по картинке. Там сразу понятно будет, куда его нужно уберить. Так. Чуть-чуть съехала, но незаметно. Не видно. Полный метр. В общем-то, вот такие сарточки. Так. Дальше поехали. Теперь смотрите. У вас еще будет такой дабор. Вырезаете по картинку. Убираете внутри все. У меня беленько. Убрать. И дальше что делаете? Точно так же с двух сторон. Это будет гумочек на... Лишнее убираете. Убираете. Одну сюда. Вторую. Как клеем. Точно так же на двусторонний скотч. Я не придумала. Вот эта рельса. Я специально только из-за этих рельсочек, да, купила лист ватмана. Потому что он большой. Рельса у вас 59 сантиметров. Ну, в любом случае, в бумаге, да, мы обычно используем А4. Нарезала я в ширину где-то один сантиметр. Этого вполне достаточно. Если нету двустороннего скотча, используйте клей. Промазывать только нужно будет очень аккуратно, чтобы полностью не приклеить. Сейчас фиксировать. Очень-то мы заканчиваем уже. Наш гумор. Кто очень внимательный, да, тот заметит, что здесь нету 15 и 17 сразу. Поэтому с отправкой такого материала немножко придется погодить. Поправлю все. Поправлю все. Поправлю все. Готовы все будем рассылать. И тут тоже самое. Все надо устроить на скотч. В общем-то, вот мы не будем рассылать. Мы не очень хорошо так ездить. Так, все готово у нас. Все. Палендарик готов. Стрелка работает. Она только хорошо работает, что даже упала. Да, упала не на гусечку. Ладно. Тернометр работает. Лягунки. Лягунки работают. Тут тоже. Все работает. Так, здесь тоже все работает. Готово. Ничего сверхъестественного, ничего сложного здесь нет. Теперь давайте вопросы. Начнем с вами делать сезонное дерево. Я пока сворачиваюсь. Так, а если я распечатываю на глянственные... Нет, не нужно будет. Наталья, не нужно будет. У вас уже все, уже нормально. Знаете, если хотите, чтобы прямо, знаете, мощно навсегда, можете приклеить скотчем, проклеить. 250 грамм это вообще потрясающая бумага. Там ничего уже не нужно дополнительного делать. Она сама по себе очень плотная. Мелкие детали ламинирую. Ламинирую, если на снегурочке делаете, печатаете на тонкой бумаге, то все ламинируете скотчем. Все. Потому что иначе ваше изделие просто долго вам не прослужит. Да, бумага для черчения тоже можно использовать. Только очень важно, чтобы она была гладкая такая, знаете, прямо на ощупь трогаешь, она такая гладкая, такая приятная, с таким фиолетовым немножечко оттеночком. Тоже хорошая бумага, да. Можно ее использовать. Я использую, когда у меня маэстро-экстра заканчивается. Есть вопросы на данном этапе? Просто мы сейчас с вами приступаем уже к дереву. И мне нужно ответить на ваши вопросы. Я тут тихонечко выбрасываю мусор со стола, чтобы у меня было чистенько. Есть вопросы? Вопросы. Так вот, вижу. Все понятно. Все понятно. Давайте тогда сделаем перерывчик. Буквально две минутки и начнем. Каким принтером пользуетесь? Пользуюсь я принтером Epson L200. Там уже установленная система, да, безперебойной подачи чернил. То есть у меня он очень экономичный. Я печатаю очень-очень-очень много. И таски мне хватает на год. Что вам понадобится для дерева, да? В общем-то мы начинаем уже его делать. Вам понадобятся вот такие распечатки. В общем-то это само дерево и есть, да? Но самое важное, обязательно срезайте вот эту часть. Здесь у вас кармашек срезали, все убрали. И начинайте работать, в общем-то, с этими распечатками. Что вам нужно будет сделать в первую очередь? Вам нужно будет сделать, срезать, конечно, вот эти белые поляны. Потому что вы будете либо клеить встык, либо клеить внахлёст. Если будете клеить внахлёст, то можете не убирать. Но с этой стороны придется все равно убрать. Клеим обязательно снизу, с нижнего основания. И вот эту часть, вот эту часть, мы не проклеиваем. Мы подгибаем. Таким образом. Прикладываете линейку и отгибаете, да, вот этот краешек. Все, вы его отогнули. Он у вас уже не приклеится. Точно так же стыкуем все, точно так же все вырезаем, чтобы с голосом у меня сегодня беда. Торцы обязательно срежьте. Пока линейка нам не понадобится. Сейчас мы с вами будем клеить. Все то же самое, да? Клей тот же. Тот же самый размазыватель. Наносим все точно так же. Ничего не придумываем. Так, и приклеивать вы будете весну и осень. На плитку, я имею в виду. Приклеивать-то вы все будете, но на плитку вы клеите только вот эти два времени года. Ой, не работайте со снегурочкой, вообще невозможно с ней работать. Это я большую сделала ошибку, конечно. Очень мягкая, очень тонкая, очень капризная бумага. Я не знаю даже, как, кто, как, что. Невозможно с ней сработать. В условиях, особенно, когда короткости, да? Приходится, приходится, бумагу слушаться. Не она меня слушается, а я слушаюсь. В таком виде, отправляйте сушиться. Вы клеите только осень, да, весну и осень. Я убираю. Далее, когда вы уже это все проклеили, вам нужно так же еще А, маленький А, ага, я вам что-то тебе показала. Вот так вот. Еще так. Ну, в общем-то, ничего сложного здесь нет, да? Давайте еще раз покажу. Приклеиваете на плитку. Вот так. Единственное, оставляете вот эту вот часть. Там будет у вас рисочка такая, беленькая. Вы по ней просто отгибаете и приклеиваете вот так вот точно так же сухуя, промазывая. Все, приклеили. Ничего здесь сверхъестественного. Все как обычно. И убрали подсыхать. Два, три, четыре, пять часов. Как понять, высохла или нет? Потрогайте. Холодная, если, то еще не высохла. Если такая тепленькая, то высохла точно. Теперь смотрите. Вот у вас две штучки, да, такие. Только две. Вы приклеиваете только две. Дальше вырезаете здесь все вот это белое ненужное, убираете и вам теперь очень ответственный такой момент. Нужно найти середину у этого дерева. Здесь нигде ничего не отличное. Вы сами находите. Потому что бывает так, что вот где-то съезжаешь и потом не выходит. Отмечаете. Смотрите. По нижнему основанию находите, отмеряете, да, сколько сантиметров. Вот у меня ровно 18 сантиметров. Значит, половинка у меня будет 9 сантиметров. Я делаю себе риску вот здесь. Вот она риска. Далее. Здесь также вымеряете. Здесь у меня 28 сантиметров. ровно 28 сантиметров. Точно так же делаете риску. Вот у вас здесь ориентир и здесь ориентир. Дальше что делаете? Смотрим. Берете линеечку, прикладываете и очень внимательно. Тут, знаете, должно быть интуитивное какое-то чувство, да, делаете надрез такой, знаете, неглубокий, иначе вы дорежете до бумаги. Этого делать не нужно. Чуть-чуть такой, знаете, слегонца, как бы, даже не знаю, как объяснить, но это почувствуете вы сами, когда нож возьмете в руки. Далее что нужно сделать? Вот он у меня надрез, я его надламываю и вот у меня что получается. Вот так. Со вторым деревом я делаю то же самое. Точно так же нахожу середину. и точно так же делаю. Очень так легко прямо скользите, нежно так, прям по поверхности только. Все, туда дальше не прорезайте глубоко. У вас будет надрез, он уже очень легко нагломится у вас. Видите, все, ничего тут такого нет. Далее вам нужно будет так. Секундочку, секундочку, секундочку. Сейчас я смотрю. Получается, смотрите, у вас здесь весна, здесь осень. Вот так вот. Как я буду, конечно, это клеить? Я пока не совсем понимаю, но попробую. здесь у вас будет зима. Получается, по правую руку у вас весна, по левую загнута осень. Почему я так объясняю? Да, потому что сегодня ошиблась и у меня потом на основу не сошлась картинка. сейчас поймете. Сегодня уже читала эту тему. Здесь все-таки просите кого-нибудь, чтобы вам кто-нибудь помог. сюда зиму. А что не зима? Точно зима. Вот эти распечатки, да, зиму и лето вы вырезаете по контуру, потому что они здесь очень хорошо прямо идеально сядут. Немножко неудобно одно это делать. Обязательно попросите кто, чтобы кто-нибудь вам суток помог. Точно там же. Очень аккуратно клей распределяйте. Не страшно. Так, вот здесь тоже все белые тучки убирайте. И вам потом будут очень улучшать, если вы их не берете. Все, приклеивайте. Так, получается у нас все правильно у нас получается. Пока все правильно получается. Далее делаем то же самое. Намазываем клей. тут очень ошибиться, какой последовательности клеить. Потому что я говорю с вами читала на эту тему и у меня получилось наоборот. Здесь у нас лето. Точно лето? Точно. 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 так же эти все беленькие штучки убирайте. Клей равномерно распределяйте. чуть-чуть у меня размягиваются. Окей? Сухо. Смотрите, если вы хотите чтобы это дерево вам прослужило очень-очень долго, вы можете его заламинировать. Ламинировать вы можете скотчем. Но только после полного высыхания. Иначе послушайте внимательно. Если вы заламинируете это когда у вас заготовка будет еще мокрая, клей начнет сохнуть и появится конденсат которому некуда будет деться. И у вас все расслаблено. Далее смотрим вот такой добор у вас будет. Это два стыкованных листочка приклеены также на плитку и вырезан вот такой прюсик. Сейчас поймете почему нужен. Вот в этот кружочек мы сейчас будем устанавливать вот это дерево. Смотрите еще вот когда вы такое основание уже вырежете приклеите точно такое же накладывая на плиточку и вырезаете еще одно. Это у вас будет подставочка. Давайте запьем. Когда увидите макеты готовые уже когда их получите все поймете что это за кружочки зачем они на как их клеить. Там все так же клеится все стыкуется. Все основу вырезали. Теперь нам нужно вот это дерево установить сюда. Вот этот прюсик как-то очень аккуратно завести. сенушки. Сенушки. Это не так сложно как кажется. Ого! Я думаю чего не заходит. Потому что у меня не вырезана белая петушечка на осень забыла или проглядела просто старе всего. Теперь зашло видите как важно убирать эти сих минусы части. Вот так у нас это будет с стороны. Сложно будет вот эти хвостики вот эти хвостики вот сюда приклеить. Вот так. Что мы будем с вами сейчас делать? Я это все буду делать пальчиками так и пальчиками я это все буду делать пальчиками потому что туда никак не подобраться. И приклеивайте. клей у меня очень сильно прям на руки налив. Очень очень сильно. С породной стороны патируйте на вот эту основу это будет уже совсем по-другому. Точно так же клеем все помазываете. Можете пообильнее, можете вот здесь прям тоже пообильнее. Просто и устанавливаете все. все сохнет. Это будет сохнуть у вас наверное долго. До утра примерно если вы делаете это вечером. Теперь смотрите что делаем. Немножко почищу кучки. Возможно. Смотрите у вас еще будут вот такие кармашки. Вы поймете сейчас для чего. Их устанавливаем прямо на дерево. я буду устанавливать на лутин. Вот сюда я устанавливаю сейчас поймете для чего это надо. Для чего эти кармашки нужны. Поэтому мы все будем делать все-таки безопасно. на двусторонний скотч кармашек приклеиваем нашему дереву. Но у меня такой еще немножко сыроватый кривоватый даже я бы сказала но высохнет оно нормально будет равномерно распределить все клея. Вот сюда устанавливаем кармашек. Здесь у вас будет маленькая беленькая рисочка. Если вы не знали что она здесь есть вы знаете что она есть и вы не есть. Почему-то вот так происходит для персонажей. Кучка. Ножечка. Дальше еще будут персонажи их по 4 по 5 да 4 5 персонажей на каждую на каждую сезон да мы с вами сделаем сейчас так вот я вам сейчас покажу посмотрите у меня отходит вот здесь почему отходит потому что нужно что-то тяжеленькое положить или подержать давайте немножко подержим так сейчас у меня схватится будет нормально если еще раз подойдет еще раз теперь персонажи вырезаем по контуру что не придумываем а контуру вырезаем да то есть если верхний персонаж верхних персонажей мы крепим в кармашки то нижних мы вырезаем и делаем им подставочки из маленьких таких цилиндриков сейчас тоже продемонстрирую вырезаю все при вас но единственное кропотливо конечно придется набраться цилиндриков цилиндр вот так вот дальше вы знаете кусочек у меня он большой получит немножко уменьш скручиваете в цилиндр промазываете смотрите на устойчивость цилиндр стоит не стоит стоит опять промазываете покажу как отходит когда не придерживаешь вот так вот отходит видите нужно обязательно придерживать чтобы хорошо приклеились нет что-то я не вижу вот там вообще есть вот так вот в общем-то это будет у вас выглядеть надеюсь все понятно давайте я сейчас закреплюсь все 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 в большом экране после того как переключились просто забываю сегодня да начинаешь стим так вопросы совсем нет вопросов все все ясно все Серьезно.